Всем привет, мои хорошие! С вами снова я, Ксюша, и сегодня я покажу вам свои покупочки для дома. Я знаю, что такие ролики вам нравятся, поэтому на прошлые два я оставлю ссылку внизу в закрепленном комментарии. Сегодня у меня будут покупки как с Алиэкспресс, так и с H&M Home, Ikea, и все это можно заказать онлайн, поэтому смотрите ролик до конца. И первое, что я хочу вам показать, это вот такой вот букетик, который у меня стоит в кадре. Это искусственный букетик, который я заказала на Алиэкспресс. Я обнаружила для себя то, что на Алиэкспресс очень много вот такого вот декора, сухоцветов, и я решила заказать на пробу один букетик, чтобы посмотреть вообще, какого качества они приходят. И что могу сказать, я не помню, пах ли он вообще вначале или нет, но сейчас он никак не пахнет китайщиной, вот вообще. Он действительно как-то разбавляет интерьер, придает ему такой вот свежести, конечно, без аромата, как от натуральных цветов, но все равно такое спасение, так как натуральные цветы все-таки не хочется каждый раз срывать там из огорода или покупать каждый раз. Поэтому я вам очень советую приглядеться к этому букету. И да, ссылки на все вещи я оставлю в описании, а цену буду подписывать где-то вот здесь или здесь. И он стоит у меня в такой вазочке, которую я покупала в Икеа. Она такая маленькая и супер классная именно для небольших букетов. Дальше я вам хочу показать свою любимейшую кружку на данный момент. Это вот такая вот широкая кружка, которая создана, мне кажется, специально для того, чтобы из нее пить какао с маршмеллоу, но я чаще всего из нее пью чай или кофе. Она такого интересного дизайна, у нее здесь есть небольшие крапинки, вот такие вот каемочки, мне кажется, такие кружки смотрятся очень фотогенично, очень красиво, стильно. И, кстати, похожие кружки я нашла в Икеа буквально вот на днях, когда я ездила. Они немного поуже, но вот сам дизайн очень похож на эти кружки, то есть они тоже такие в крапинку, выглядят достаточно интересно, поэтому также можно приглядеться. Вторая вещь из H&M Home это вот такая супер классная тарелочка, или как это больше назвать, скорее миска. Она также выполнена в крапинку, и когда я выбирала, все они были индивидуально разукрашены. То есть, я так понимаю, это делается либо вручную, либо машинным способом это наносится так, что каждая штучка индивидуальна, и это ей приносит свой какой-то шарм. И в целом вот такая штучка, мне кажется, очень полезна, потому что в ней можно класть ягодки летом, либо кушать мороженое, либо когда приходят гости, ну вот какое-то сюда такое, знаете, небольшое... Ну вот чаще всего я кладу сюда ягоды. То есть, вначале я думала, что я ей буду пользоваться достаточно редко, но в реальности оказалось, что эта вещь очень практичная и используется часто. Ну раз мы начали с посуды, то я продолжу покупочкой из Икеа. Это вот такая вот тарелка для... Я называю ее тарелкой для суши, для роллов, потому что она плоская. Для этого просто, мне кажется, очень классно подходит, просто создана для того, чтобы здесь красиво выкладывать роллы покупные или самостоятельно приготовленные. А также она классно подходит, например, когда к вам приходят гости и положить сюда тарталетки или какие-то мелкие бутербродики, в общем, какие-то закуски. Она смотрится классно, но вот знаете, не как вот эти вот все стандартные круглые тарелки. Она смотрится как такой, знаете, плоский камушек, стильный, красивый, универсальный. Ну и, конечно же, цвет меня тоже подкупил. И следующая покупка, она кажется очень простой, но я ей безумно рада. Это вот такой вот заварничек. Он просто... Вот знаете, в Икеа раньше были заварнички точно такие же, только большого размера. Я вот смотрела на них и как-то, ну вот, не к месту, они как-то слишком громоздкие, и мне кажется, больше подходят на большую семью. А вот для двоих человек вот это просто идеальный размер, чтобы заварить чай и выпить его там с утра или в течение дня. Я не приверженец пить заварку на следующий день, потому что, во-первых, мне не нравится вкус, а во-вторых, недавно прочитала о том, что это вредно. Поэтому такой размер 0,6 мл просто идеальный для нашей маленькой семьи. Ну и, конечно же, к чайничку пришлось купить и подставочку. Вот так вот это будет выглядеть. И в целом вот эти подставки классно подходят для горячего, то есть на какие-то сковородки, бокалы ставить, когда гости приходят. Или я узнала такую фишку, что чтобы на кухне все смотрелось не разбросано, а вот именно гармонично и целостно, советую отбрать какие-то подносы или вот такие подставочки и группировать композиции на одном месте. То есть это все смотрится более целостно, более красиво и более аккуратно. Поэтому такие штучки, в принципе, как бюджетный вариант для такого использования. Ну и последняя вещь для кухни — это дуршлаг. Я думаю, здесь объяснять не стоит. Просто дуршлаг. Просто хороший, качественный дуршлаг из Икеа. Все. Совсем забыла вам сказать о своей самой любимой покупке. Это вот эта вот лампа из Икеа. Я о ней мечтала очень долго. То есть сначала я ее увидела на картинках в Пинтерест. Для моего вкуса это просто идеальная лампа. И потом я увидела ее случайно в Икеа. И, собственно, вот. Теперь она у меня. А еще плюс этой лампы, что она выполнена очень экологичным способом. То есть половина здесь дерева, а вот этот ободок выполнен из переработанного сырья. Это меня также подкупило. Я считаю, что это только плюс в наших реалиях мира. По традиции показываю вам свои интересные свечки. Первая свечка — это из H&M Home. Она вот так вот очень красиво выглядит. И у нее есть крышечка вот такая деревянная. Господи, она пахнет безумно вкусно. И я ее больше использую как для декора. Она называется, кстати говоря, Wild Meadow. Как-то так читается. И я сначала подумала, конечно же, что она с медом, с запахом меда. Но не тут-то было. Когда я ее купила, оказалось, что она с запахом какого-то там то ли жареного лука, то ли сладкого лука. Но все равно луком она не пахнет, слез от нее нет. Наверное, это по запаху моя любимая свечка. И вторая очень классная свечка, которую мне подарила подруга. И отличается она тем, что она называется торт Хагрида. Любители фильма Гарри Поттера явно оценят такую свечку. И еще плюс в том, что она выполнена на 100% из сои. Пахнет она, наверное, действительно тортом Хагрида. Следующая покупка это вот такие вот минималистичные вешалки из Икеа. Они выполнены из дерева. И вот их я советую заказывать именно не заказывать через интернет, а покупать офлайн. Потому что я заметила, что некоторые вешалки имеют больше вот таких вот зазубринок, что ли. То есть менее гладкие. А некоторые более гладкие. То есть тут степень полировки у них, к сожалению, отличается. Но они такие вот красивенькие. И еще к ним можно докупить вот такие ободочки. То есть для какой-то деликатной одежды, для шелка, подобных материалов. Лучше надевать именно вот такую вот... Ой, это кошка чихнула. Надевать вот такие вот штучки для того, чтобы не испортить случайно одежду. И следующая необычная покупка — это ортопедическая подушка из Икеа. Она уже здесь в наволочке. Суть ее в том, что она вот такая вот согнутая и достаточно твердая. Что я могу сказать? Я поспала на ней уже достаточно, чтобы сделать какой-то отзыв. Могу сказать то, что спать на ней очень и очень непривычно после перьевых подушек. И скажу честно, я не сплю на ней каждую ночь. Примерно через раз сплю. Но в целом, мне кажется, на ней спать, конечно же, полезнее. Поэтому, в принципе, если у вас есть тоже какие-то проблемы с позвоночником или в целом, говорят, полезнее спать на таких подушках, то также можете присмотреться к подушкам из Икеа. Там они стоят достаточно недорого относительно вообще ортопедических подушек. И, кстати, еще одна свечка, которая стоит у меня здесь на фоне целого видео, это также свечка из Икеа и прозрачная подставка для нее. И еще я хотела бы сказать вам пару мыслей о создании гармоничного интерьера. Такие мои, можно сказать, находки. Это то, что очень сильно влияет на вид интерьера разнообразные мелочи. Такие, как какие-либо пузырьки для мыла, для шампуня. Вот эти вот все, знаете, баночки, которые в магазине стоят, и они выглядят очень ярко для того, чтобы привлечь внимание клиента, и чтобы вы купили именно этот шампунь, именно это мыло. Очень классно, если такие средства переливать в более красивые, более однотонные упаковки. То есть, если вы, например, как я, стремитесь к однотонным таким минималистичным цветам, серые, белые, бежевые, натуральные какие-то, зелененоватые, то, например, можно один раз купить какие-то средства по уходу за волосами в красивых баночках, и дальше уже туда постоянно переливать. Вот, например, здесь у меня стоит такой дозатор из Икеа деревянный. И согласитесь, мыло в таком дозаторе выглядит гораздо лучше, чем если бы здесь стояла упаковочка с ферри, ядерного зеленого оттенка. И на этом все. Если вам понравилось видео, то поддержите меня пальцем вверх, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, и увидимся совсем скоро. Пока-пока!